13.06 в Кирове на студии НФМ «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Роман Береснев, заместитель председателя правительства Кировской области и министр юстиции Кировской области. Роман Александрович, добрый день. Добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Вначале я напомню всем нашим слушателям, как можно с нами связаться. Во-первых, это сайт эхакирова.ру, где есть ссылка на онлайн-аудио-видео-трансляции. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Также туда же можно задавать вопросы в раздел «Анонсы», чем и воспользовалась одна из наших слушательниц по имени Валентина. Я начну с ее вопроса, коль скоро мы призываем людей задавать. Вопрос длинный, вычитаю его полностью. Итак, цитирую. «Министерство занимается правовым обеспечением деятельности губернатора и так далее. Можно ли выделить 5-10 минут для информации населения о принимаемых постановлениях правительства области, касающихся непосредственно населения области и ухудшающих его и без того бедственные положения. Например, налоги на землю. Налоги на землю, пардон, приравняли налоги на аренду земли и находящуюся в собственности. Плата выросла в 3 раза. Для сельчан с мизерными зарплатами и пенсиями это большое повышение. А самое главное, все эти налоги идут не в бюджет поселения, где собираются. Зарплата администрации с начислениями больше 1 миллиона. Бюджет сел нищий, он никакой. Например, бюджет нашего поселения 1 миллион 600 тысяч рублей. Поясните с точки зрения права. В СМИ решение правительства и губернатора, чтобы люди знали, кого благодарить за очередной подарок. Не говорю уже про тарифы ЖКХ. Ну, я так понимаю, тут вопрос и поделиться своими бедствиями, но тем не менее, Роман Александрович, прокомментируйте, пожалуйста. Хотел бы отметить, что все документы на сайте правительства Кировской области публикуются. Естественно, те документы, касающиеся граждан, они проходят обязательную экспертизу на соответствие действующему законодательству. Не только у наших юристов, но и направляется также в прокуратуру Кировской области и в управление Министерством юстиции Кировской области. Это структура российского министерства. Они тоже смотрят их на соответствие действующему законодательству. Так что сказать, что у нас на сегодняшний день какие-то решения не соответствуют законам, сложно. Поэтому здесь вот предмет правового свойства, мне кажется, его здесь нет. Здесь предмет в большей степени в рамках норм права, когда приняты какие-то определенные решения. Хотя вот по налогам и по арендной плате, ну, не знаю. На сегодняшний день это самые минимальные налоги, которые, в общем-то, в нашем государстве присутствуют. Валентина пишет, что плата выросла в три раза, когда налоги на аренду земли приравняли к налогам на землю, находящуюся в собственности. Юль, у меня тоже выросли в три раза. У меня было 40 рублей, а осталось 120. Вот это такой порядок цифр сегодня в отношении земельных налогов и арендной платы на землю. Там не о тысячах рублей говорится, речь говорится вот именно о таких суммах. Притом некоторые суммы не повышались, ну, достаточно длительный промежуток времени. И арендная плата в этом отношении, не налог на аренду, а арендная плата и налог на землю, вполне объективно должно быть, наверное, на одном уровне. Какая разница, на каком праве предоставлен тот или иной объект с точки зрения земли. Поэтому это вполне там обоснованно, никаких тут существенных нарушений с точки зрения закона, с моей точки зрения, нет. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь. Более того, все наиболее существенные постановления и законы, они проходят еще также дополнительную экспертизу в общественной палате Кировской области, через другие общественные институты. Серьезные программы сегодня вывешиваются для обсуждения до того момента, когда они должны быть приняты. Так называемая оценка воздействия как раз на общество. Поэтому, пожалуйста, смотрите, выскажите свое мнение. Мы готовы к нему, безусловно, прислушиваться и в рамках того, что есть, рассматривать. В отношении тарифов ЖКХ, тоже выскажу свою позицию, не устраивает, если там управляющие компании, не все управляющие компании сегодня работают добросовестно, поскольку это тоже моя компетенция, госинспекция находится там, как и является подведомственной структурой. Поэтому обращайтесь в государственную жилищную инспекцию с конкретной жалобой по конкретному тарифу. Будем рассматривать, скажем, обоснованно, не обоснованно, правильно, неправильно. Поэтому тут нужно конкретно конкретизировать вопрос с конкретным адресом, с конкретной фамилией. И тогда мы можем в этой ситуации оказать уже конкретную, понятную помощь конкретному, опять же, человеку. Роман Александрович, вот смотрите, Валентина обратилась к вам через наш сайт, да, с помощью нашей программы. А насколько Министерство юстиции открыто для жителей? Можно ли как-то к вам обратиться, ну, без эхо Кирова? Конечно, можно. Я регулярно, ежемесячно провожу приемы граждан. Все приемы граждан у нас извещаются, об этом извещают все средства массовой информации. Естественно, на нашем сайте тоже все правительство нам есть. Сейчас в Министерстве юстиции создалось и я, и мои заместители будут проводить прием граждан, не только они. Еще мы там предполагаем ряд лиц, которые, в общем-то, в большей степени их деятельность сегодня направлены на граждан. Чтобы они тоже принимали людей и давали им необходимое разъяснение. Так что нет проблем. То есть любой человек может записаться прямо лично к вам на прием, и там нет никакого фильтра? Нет. Как минимум, ну, сначала это письменное обращение все равно направьте, чтобы мы его предварительно рассмотрели. Там, да, вот, Юль, я давно занимаюсь приемом граждан. Вот считать гражданину, что ты пришел к руководителю и сразу твои все проблемы решатся, не совсем правильно. Любой руководитель должен запросить дополнительную информацию. Что в этой ситуации можно сделать? И поэтому вот здесь нужна предварительная, подготовительная, тщательная работа. И тогда результат для гражданина может быть гораздо лучше, чем человек просто пришел и вот рассказал о своей проблеме. Да, очень хочется всегда помочь, когда люди приходят со своими бедами. Но не всегда это возможно ни с точки зрения закона, ни с точки зрения там правил, которые сегодня существуют. Так что, ну, вот, это есть такая. Ну, хорошо. Хорошо, в первую очередь следить, да, за информацией на сайте правительства области, когда будет прием граждан, можно прийти, записаться и попытаться решить вопрос. Ну, хорошо, вот, смотрите, раньше в правительстве Кировской области не было Министерства юстиции, сейчас оно есть. А чем обусловлена необходимость создания нового ведомства? Были поставлены задачи, я думаю, что абсолютно справедливые губернаторам Кировской области, о том, что у нас органов спонтной власти достаточно большое количество. И были приняты решения об оптимизации количества, чтобы, ну, управленцев чуть меньше становилось, было меньше различных управленческих структур, были более крупные блоки, но включавшие там вопросы, которые близки по сущности. Вот в связи с этим появилось Министерство юстиции, ну, а какие блоки в себе на сегодняшний день объединило? Во-первых, есть у нас такое понятие, как мировая юстиция, это наши мировые судьи и их аппараты, которые работают сегодня во всех районах и городах Кировской области. У нас сегодня, если там брать общее количество, 80 мировых участков, расположенных и в городе, и в области. Вот задача обеспечения деятельности работы этих мировых участков с точки зрения, там, организации помещений, организации, там, оказания коммунальных услуг в этих помещениях, там, бумага, там, ксероксы, там, техника и так далее. То есть, все это занимается, занимался Департамент по организационному обеспечению деятельности мировых сводей. Сегодня он в структуре министерства. Другая задача, тоже близкая, там, к юриспруденции, это ЗАГС. Тоже каждый из нас, там, в этой жизни встречался с органами записи актов гражданского состояния, когда регистрировал какой-либо из своих актов. Поэтому это тоже юридическая работа, но только уже такая, несколько специфичного свойства с определенными, там, нюансами своими. Тоже очень близко к теме юстиции. Ну и в администрации правительства Кировской области действовало правовое управление. Сейчас оно тоже находится в составе Министерства юстиции. И в Департаменте информационной работы был блок, связанный с муниципальными правовыми актами. Тоже, вроде, где информационная, там, работа и внутренняя политика, чем занимается Департамент, да, и где, там, регистрация актов, опять же, правовых актов органов местного самоуправления. Тоже, вроде бы, там, разная задача. И тоже этот блок сейчас вошел в сферу Министерства юстиции Кировской области. Хотел бы отметить, что у нас центральный аппарат не такой большой, но благодаря территориальным отделам, всем помощникам мировых судей, там, 80, там, участков, это, там, примерно, от 3 до 5 человек у нас работают на каждом участке. То есть это сегодня самое крупное министерство в Кировской области. Поэтому мы готовы сегодня вот этот общий правовой блок ввести и, соответственно, этими вопросами заниматься. А вот переподчинение структур, да, можно взять, допустим, переподчинение ЗАГСов, как-то скажется на их работе? Ну, я думаю, что тоже скажется, безусловно. Мне проще эти вопросы решать в плане того, что я еще курирую Министерство государства и имущества. Поэтому мы сегодня настроены на то, чтобы и система ЗАГС, и участки мировых судей, они заехали в нормальные помещения. Потому что сегодня этот вопрос до конца не был решен в нашей области. При том помещение желательно, чтобы находящиеся в областной собственности, чтобы не платить никакую арендную плату за эти помещения еще дополнительно. Поэтому вот эта работа сейчас ведется, ну, тут ее можно и к эффективности госимущества отнести, и к видению Министерства юстиции. Так что изменения будут, и в сфере ЗАГС точно. А более существенные изменения, кроме как переехать в новые помещения? Анонсирую там одно из изменений. Мы все-таки, наверное, будем двигаться по пути специализации отдела в городе Кирове. То есть у нас сегодня есть, уже действует один специализированный отдел. Такая немножко трагичная тема, но он называется специализированный отдел по смертям. То есть он регистрирует только конкретные акты, которые вот в жизни случаются. Сейчас мы смотрим, что может быть, вот пойдем по этому пути и дальше, чтобы там максимально все вопросы, связанные с браками, специализированный отдел регистрировал. Ну, конечно, это будет отдел, который находится в дворце бракосочетания, безусловно. Наверное, будет специализированный отдел, связанный с рождениями, ну, там, установлением отцовства и рядом еще там записи. Все отделы городские у нас находятся в очень близкой, там, пешей доступности. И каких-то проблем для граждан на сегодняшний день составлять перемещение по городу и нахождение этих отделов, я думаю, что не будет. В связи с этим мы немножко оптимизируем наши расходы, уменьшив там на содержание двух подразделений, которые мы планируем там сегодня уже без работы оставить. Но при этом работников в этой ситуации сокращать не будем, насыщая, чтобы очередей не возникало у людей, насыщая те отделы, которые будут вести эту работу. А правильно я понимаю, что после появления специализированных отделов, например, пожениться, можно будет только в дворце бракосочетания, но уже нельзя будет в том ЗАГСе, который, например, специализируется там на рождении детей? Ну, еще раз говорю, что это только для города Кирова. Это только для города Кирова. Ну, я про город Кирова спрашиваю. Да, да. Ну, мы пока сохраняем и планируем там в плане оставить нововедский отдел, где будет он многофункциональный по всем направлениям деятельности. А вот функции Октябрьского, Первомайского, Ленинского, ЗАГСов, вот здесь и там дворца бракосочетания объединения. Поняла я. Но еще раз говорю, что это не должно только привести никаким очередям, не должно никак ухудшить ситуацию с точки зрения этого вопроса. Но у нас на сегодня, опять же, если брать ситуацию с браками, мы вот если сейчас третий зал во дворце бракосочетания сможем сделать, ввести, я думаю, что он там решит существенную проблему с некой очередью. То есть невозможно вообще зарегистрироваться, особенно летом. Второе. У нас на сегодня большее количество семей регистрируют брак вот там в маленьком помещении, а торжественную регистрацию делают уже с приглашением каких-либо коммерческих структур, которые делают красивую свадьбу. Это сегодня широко распространено, и поэтому, опять же, не создает каких-то проблем. Ну и третий там аргумент, о котором расскажу. Дворец бракосочетания в советские времена регистрировал все браки города Кирова. Которых было больше по количеству, в связи с тем, что, ну, действительно, там демография была немножко другая в тот период времени. Конец 70-х, начало 80-х годов мы можем взять. То есть порядок... А жителей, наверное, тогда все-таки было меньше. Порядок цифры был примерно в полтора раза больше, чем сейчас, по актовым записям, если брать. И дворец бракосочетания своей функции выполнял. Теперь должен справляться. И справиться сейчас. Я думаю, что здесь как раз нехватка специалистов внутри дворца, а мы как раз специалистами его насытим. Она и решит этот вопрос. Так, ну хорошо, ладно, про ЗАГСы понятно. Давайте про Мингосимущество. Вы, как замгубернатора, курируете эту сферу. Как вы планируете повышать эффективность использования госимущества? Абсолютно разными путями. Вот я уже начал говорить о том, что надо выбирать наиболее правильные пути. Если имущество не нужно для деятельности каких-либо органов власти, для учреждений, культуры, образования, здравоохранения, не требуется, и стоимость имущества незначительная, наверное, эффективнее продать. Если стоимость может приносить регулярно прибыль, выгоднее сдать в аренду. Если имущество требует сегодня как раз некой специализации, оно нужно для образования, для здравоохранения, передать им безвозмездно, чтобы образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, пользовались ими и приносили пользу для наших граждан. Поэтому пути разные. Механизмы могут быть здесь различны. Здесь и конкретная работа с районами, которая ведется. Мы сейчас создали под моим руководством комиссию по эффективности использования государственного имущества, где будем заслушивать разные ведомства. Уже обсуждали тему, связанную с образовательными учреждениями. Видим, что есть еще резервы в этом направлении деятельности. Сейчас у нас на повестке дня будут учреждения здравоохранения. Так что будем смотреть, это не значит, что мы должны всех там разогнать, а наоборот найти такой способ, чтобы это было хорошо и комфортно для наших людей. То есть те ведомства, которые используют госимущество, будут к вам приходить и отчитываться о том, как они его используют? У нас кроме того, что они будут сами отчитываться, у нас в рамках Министерства госимущества есть так называемая проверочная группа. Это люди, которые выезжают и смотрят, как используются имущества. То есть мы в этой деятельности не только отчетами какими-то руководствуемся, но и то, что мы смотрим сами. Я стараюсь очень много ездить, и в том числе по районам Кировской области, и по городу, и очень много объектов уже удалось посмотреть. То есть у меня есть понимание, как правильнее и эффективнее использовать тот или иной объект. То есть это еще считаем, естественно, есть экономические какие-то анализы, и вот в рамках этого уже принимаем окончательное решение. Ну, вы вот сказали сейчас про учреждения здравоохранения, которые у вас на очереди. Вот какие критерии эффективности? Как вы понимаете, что, допустим, вот это поликлиника или больница используют эффективно, а вот это неэффективно? Ну, если брать город Киров, на сегодняшний день, наверное, здесь проблем с эффективностью нет, потому что достаточно большая загрузка учреждений, и вопросов не возникает. А вот когда оптимизируются учреждения, решаются вопросы уже в рамках собственных вещей, появляются корпуса, которые сегодня стоят в районах Кировской области и никак не используются. Вот это проблема. Вот здесь мы должны находить решение, чтобы мы своевременно получали информацию о том, что корпус высвобождается, искали бы ему должное применение и принимали уже взвешенное решение. Может, он сегодня нужен муниципальному образованию для решения своих вопросов. Есть механизм передачи. Если он нужен сегодня для активного бизнеса, и он находится в очень интересной части любого нашего районного центра, ради бога, можно рассмотреть вопрос его на аукционные продажи. На аукцион сначала оценка коммерческая осуществляется, подготовка проводится, и потом выставляется этот объект на аукцион. Пожалуйста, эти тоже аукционные на сайте Мингосимущества есть. Принимайте участие, выигрывайте, побеждайте, покупайте государственное имущество, используйте его в тех целях, которые вам необходимы. А вот недавно, кстати, депутаты Городской думы приняли решение о моратории на повышение арендной платы для предпринимателей, которые используют, берут в аренду городское имущество. Область не хочет сделать так же? Рассматриваем этот вопрос. Во-первых, нам сложно сравнивать, мы как раз недавно тут встречались с городской администрацией, объем, сдаваемый ими имущество в аренду и объем, сдаваемый областью, в разы разнятся в пользу города. То есть у нас не так много имущества, которое область дает в аренду. Проблема сегодня по выплате арендной платы есть. Связано это с экономическими причинами, это мы понимаем. Понятно, есть понятие, когда ежегодно арендная плата должна возрастать, как минимум на коэффициент дефлятора, на то, что инфляция съедает. Эта позиция должна реализовываться в конкретных вещах. Правильно или неправильно? Здесь, наверное, своя экономика вопроса есть. И раз администрация города посчитала, что это правильно, вынесла на рассмотрение депутатов этот вопрос, может быть и там и правильно. Если депутаты инициировали, я не знаю тогда позицию администрации города в этом вопросе. Мы смотрим, пока для нас ситуация не критичная с точки зрения тех объектов, которые сдает сегодня Кировская область. И поэтому мы пока о таких действиях не говорим. Но не исключено, что проанализировав всю практику до конца года, такие решения могут появиться. Давайте поговорим еще, так, у нас сколько, 5 минут осталось до рекламы, я думаю, успеем. О проверке нормативно-правовых актов на коррупционность. Вот что это за процедура, что представляет собой эта проверка? Ну, коррупциогенность называется. Коррупциогенность такой вот фактор. Хорошо, что не я это сказала. Ген коррупции, да, вот если там его расшифровать, где он, ген коррупции, закладывается? Ну, ген коррупции, он закладывается в самих актах. Есть акт, который, там, прочитал, непонятно какое действие должно осуществляться. Вот таких действий не должно быть. То есть, вот, исключается такое понятие для чиновника, как понятие вправе, да? То есть, должен быть четкий алгоритм действий. Если представлен пакет документов, там, конкретное, там, должностное лицо должно принять такое-то действие обязательно. Ну, приведите пример какой-нибудь. Ну, вот я подобрал примеры, но они настолько сложные, настолько непонятные, как бы, там, это очень тут долго надо рассказывать и рассматривать. Ну, вот, если брать конкретно, там, обратились по одному из фактов, по одному из предприятий по возмещению недополученных доходов и предлагали, там, продать конкретное имущество, вернее, отдать это имущество этому предприятию. Здесь имущество не может, там, таким образом передаваться, даже если это предприятие, там, областного уровня, здесь должны быть проводиться соответствующие конкурсные процедуры. Поэтому, вот, этот факт был усмотрен, как некий, там, возможный вариант вывода имущества для того, чтобы его последующие продажи, и, вот, оно не было продано. То есть, вот это и есть ген коррупции? Ну, да, это значит, чтобы исключить из действий любого, опять же, должностного лица, какая-то вариативность решений. То есть, должен быть четкий, понятный алгоритм. Представлен пакет документов, обязаны. Выставили на аукцион, значит, кто больше дал, тот и должен, соответственно, там, выиграть данный аукцион, данный конкурс. То есть, вот эти вещи, там, они как раз рассматриваются. Для чего и нужны административные регламенты, есть такая еще тоже процедура. Чтобы четко, поэтапно было прописано, что и должно быть зачем. Последовательность действий. Первое, второе, третье, четвертое. Чтобы на выходе был конкретный результат. Ну, хорошо, вот вы проверили документ, нашли в нем этот самый ген коррупции. Какие последствия наступят для чиновника, если вы находите? Что дальше? Юль, мы стараемся исключить его сразу. То есть, вы просто говорите, этот документ надо поправить так-то так-то. Да, абсолютно точно. Чтобы этого даже не было. То есть, мы сразу смотрим его на вот фактор коррупциогенности. Чтобы не было даже ситуации, сразу, исключаем вот эти вещи, при проведении правовой экспертизы, вот еще и проводится сразу же тем же специалистом экспертиза на коррупциогенность. Чтобы вот этого гена коррупции в этой ситуации даже не было. Так что вот здесь сразу на первом этапе мы эти вещи рассматриваем. Еще раз говорю, что мы практически все документы согласовываем с прокуратурой. То есть, они также смотрят на вот этот предмет и тоже дают определенные рекомендации. Так что здесь мы стараемся еще до выхода документа исключить все эти факторы. А раньше правовое управление администрации Кировской области точно так же проверяло? Или это какое-то новшество, связанное с образованием Министерства юстиции? Это точно так же проверяло. И у нас статистика как раз уже ведущаяся после того, как в принципе такая экспертиза была введена во всех органах исполнительного власти. А вы можете назвать процент документов, да, например, где находится этот ген коррупции? Про Ивана Александровича с собой очень много бумаг. Ну я же беру, я же готовлюсь к этим вещам. Да, конечно. Ну вот давайте посмотрим. Если брать 2015 год, у нас уже на сегодняшний день 589 актов. Посмотрели вот на этот вопрос. А в скольки мы нашли? Ну не будем мы говорить, сколько их нашли, потому что где-то я цифру с собой, видимо, не захватил на сегодня. Вы же помните там, это какой процент, я не знаю, это половина, это треть, это 10-5 процентов? Потому что, ну, документы обороты достаточно большие. То есть принимается огромное количество актов там каждый день. Каждый день, я как заместитель председателя правительства согласовывает большое количество актов. Они некоторые носят текущие свойства, другие касаются действительно большого круга граждан. Поэтому каждая, это вот постоянная такая текущая, ежедневная, планомерная работа, которая должна эти вопросы выявлять и давать соответствующий режим. А вот 10-15 процентов документов, в которых вы находите этот самый ген коррупции, это много, нормально, мало, если с другими регионами, допустим, сравнивать? Да мы в этой ситуации не сравниваемся особо. Я думаю, что это вполне какой-то такой нормальный процент. Ведь не всегда это специально делается. Это иногда... Не, ну понятно, что все мы живые люди. Для упрощения ситуации, там, не додумали процедуру до завершения, не предусмотрели какие-то определенные вещи. То есть, это ничего такого страшного в этой ситуации нет. Ну, вот там наши любимые охотники-рыболовы, наше управление охотничьих хозяйств, хотели запретить вообще продажу там этих сетей. Да, они опасны сегодня для рыбы, но нет у нас нормативных таких возможностей сегодня для того, чтобы ограничить право потребителей. Или это коррупция, в какой-то степени тоже да. Да, ну вот здесь все это на грани. Вы им не разрешили запретить? Мы не разрешили. Ну, мы не можем это принять решение в рамках действующего права, к сожалению, хотя очень хочется. Я на этом предлагаю прерваться на рекламу. Я напомню, что в студии у нас сегодня Роман Александрович Береснев, заместитель председателя правительства Кировской области и министр юстиции в одном лице. Сейчас мы уйдем на рекламу, но очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Теперь я напомню это интервью Романа Береснева, заместителя председателя правительства Кировской области и министра юстиции Кировской области. И мы продолжаем про общественные советы при Мингосимущество. Он будет создан, правильно? Нет, при Мингосимущество общественный совет уже работает. Притом работает очень активно. Я обещал его создать как раз в эфире «Эхо Москвы» в декабре прошлого года. В январе он был создан. Так что он уже набрал свои обороты и сегодня зарекомендовал как общественный институт, который дает реальные рекомендации. И вот по реальным рекомендациям у нас как раз 18 августа уже будет рассматриваться постановление правительства Кировской области. Это касаемо вопроса участия государства, то есть Кировской области, в управлении акциями, акционерными обществами. То есть как это должно осуществляться. Вот очень важно было мнение общественного совета. А общественный совет, который будет создаваться, он будет при Министерстве юстиции. При Министерстве юстиции все-таки так хорошо? Мне кажется, это абсолютно правильная сегодня тема, когда при любом там министерстве должен создаваться какой-то общественный орган, который будет давать какие-то определенные рекомендации с точки зрения понимания общества сегодня тех или иных вопросов. Поэтому мы сейчас формируем Общественный совет при Министерстве юстиции. И на первом рассмотрении сейчас точно так же идет подготовка программы развития юстиции в Кировской области на 16-20-е годы. Мы будем рассматривать эту программу. То есть очень важно общественное мнение, какая должна быть программа, какие направления должны быть учтены, что должно быть сделано в перспективе, чтобы мы там это движение обеспечивали и имели какую-то определенную, значимую и важную для нас общественную поддержку. У вас уже есть понимание, кто войдет в Общественный совет при Министерстве? Сейчас мы ждем предложения. Мы направили предложения в образовательные учреждения, в общественные организации. Естественно, у нас есть Ассоциация юристов Кировской области, которая входит в Ассоциацию юристов России. Ждем от них предложений. Как предложения все появятся, я думаю, что мы обобщим и, безусловно, презентационно сделаем первое заседание Общественного совета. Так что я думаю, что этот процесс уже совсем в ближайшее время должен завершиться. Надеюсь, до конца августа. В начале сентября будем надеяться, что уже такой Общественный совет будет действовать. Но вот зачем он вам? Это же сейчас, с одной стороны, модно везде создавать Общественные советы, а функционально зачем? Ну, вот понимаете, как бы мы глаз замыливается иногда. И нужна какая-то некая внешняя оценка. А правильно ли ты действуешь? Ведь есть варианты всегда развития. Можно действовать так, а можно действовать там по-другому. И чтобы там со стороны людей, которые грамотные, которые знают эти вопросы, знают эти темы, они могли посоветовать, что нужно действовать именно вот в таком направлении. Или вы движетесь в правильном русле. Иногда это тоже требуется подтверждение. Это помощники. Это люди, которые дают общественную оценку тех действий, которые совершают чиновники. И вот такой Общественный совет, я считаю, он крайне необходим. Ну, хорошо. Вот, знаете, еще хотела вас спросить, сравнить Кировскую область с Морелл, с какой точки зрения. А есть ли разница между этими двумя регионами с точки зрения госуправления? Я уже как-то говорил о том, что Морелл – это очень комфортный объект с точки зрения управления. Это очень небольшая территория. То есть, если сравнивать площадь Кировской области и Республики Морелл, то Кировская область в пять раз больше. Поэтому здесь, с точки зрения удобства управления, это, безусловно, такой очень удобный субъект управления. Раз им удобно управлять, значит, сложностей в несколько раз получается меньше. Хотя, вроде бы, по площади от цифры привел, по населению всего в два раза меньше Морелл по сравнению с Кировской областью. То есть, население более плотно расположено и управлять в этой ситуации проще. То есть, и даже количество единиц, если брать, там 14 всего районов, 3 города, поэтому это не наши 39, там плюс города, то есть, это, конечно, большое количество у нас муниципальных образований. Меньше расстояние – это меньше дорог, меньше содержания этих дорог. Это тоже, как бы, определенные плюсы. Ну, есть и там соответствующие минусы, которые вот географическим там положением обусловлены, близостью там такого мощного центра притяжения, как Казань. Естественно, тоже отток населения присутствует и в республике Морелл. Но, тем не менее, есть интересные экономические проекты, что в Кировской области, что в республике. Так что по-разному можно оценить. А где вы вообще себя комфортнее чувствуете? В кресле министра юстиции и замгубернатора Кировской области или в кресле ГФИ по Морелл? Я себя комфортнее чувствую на родной земле. На даче? Это точно. На родной земле, которая, естественно, является Кировской областью. А вот кресло я бы в этой ситуации не стал бы там сравнивать, потому что большой объем работы, к которому я уже привык, он, в общем-то, везде большой объем работы. Это просто разные работы. Вот и все. А она там с постоянными встречами, с постоянным общением, с постоянными документами, с которыми необходимо работать. Она очень похожа, но, тем не менее, разнится. Если здесь в органе спонтной власти все-таки ты можешь достигать результата, то на уровне ГФИ это больше аналитическая работа. Это больше такая работа, связанная с подготовкой каких-то интересных документов, справок. Это работа очень разноплановая. Если здесь я занимаюсь какими-то конкретными блоками, то в рамках главного федерального инспектора я занимался всем. От ЖКХ до здравоохранения, социального развития, образования дошкольных учреждений, детских лагерей, поднятием уровня реки. Это очень волнующий вопрос для жителей Республики Морел. Это поднятие Чебоксарского водохранилища на еще 5 метров. Этот вопрос до сих пор, мне кажется, дискутируется, хотя, по-моему, там уже какая-то точка в решении должна уже где-то скоро быть поставлена. Поэтому вот разное. Сказать, что комфортнее на каком-то должностном месте, это такие места, где ты просто работаешь. Это постоянный труд, постоянное решение каких-либо вопросов. А комфортнее жить, я нисколько не сомневаюсь, и всех призываю, живите в Кировской области, это самый лучший регион. Это больше всего понимаешь, когда побываешь и поживешь в другой стране. Вы поэтому приняли предложение вернуться, или были еще какие-то причины? Ну, в том числе и поэтому. Итак, обтекаем от него. Роман Александрович, немного времени у нас осталось, и я хотела бы посвятить последние 5 минут программы не вашей работе, а лично вам. Вот расскажите мне, как вы отдыхаете. Хороший вопрос. Когда удается найти время для отдыха, я стараюсь его провести больше с семьей, больше на природе. Природа для меня это, чаще всего, это из Табинска. Ну, в силу того, что там находится земельный участок, находится дача, где я нахожусь в свободное время. Вот. Так что нахожусь там, чем-то занимаюсь, в рамках огорода, в рамках там, приусадебного участка. Ну, вот что вы своими руками делаете на даче? В рамках грибов, которых нынче очень много. Ну, слушайте, ну как можно сказать в рамках грибов? Ну, посещение леса, похода в лес. Ну, видите, чиновничий язык, его никуда не денешь, там, начинают забивать те темы, о которых мы хотим поговорить. Ну, что вы делаете вот сами, прямо своими ручками на приусадебном участке? Ну, много чего делаю. Ну, мне бы не хотелось хвастаться, но что-то удается делать своими руками. Так, хорошо. А чем еще увлекаетесь, кроме сада, огорода и личного участка? Ну, я же говорю, грибы пошли. Грибов много в наших лесах. С удовольствием хожу по лесу. Наслаждаюсь нашей природой. Ну, и одновременно, если получается, собираю грибы. Ходили уже в этом сезоне за грибами? Уже неоднократно. Поэтому это тоже прекрасное занятие, когда ты находишься наедине с природой и ощущаешь прекрасные наши леса, прекрасные наши те места, в которых удается находиться. Так что вот такие скромные увлечения. Ну, люблю почитать, я очень много читаю, стараюсь много читать. То есть это тоже некое времяпрепровождение. Ну, что вы любите читать? Ну, здесь сказать, что какую-то там конкретную литературу очень сложно. Но в большей степени, конечно, это именно литература, а не какая-то профессиональная там издание. Ну, по первому образованию я историк. Естественно, мне больше нравится литература либо там с историческим уклоном, либо там что-то с этим связанным. Поэтому вот больше, наверное, к этому склонностями. А вы вот раньше занимались в Кировской области молодежной политикой. Вы сейчас за ней следите? Я не скажу, что в полном объеме, но некое представление имею. А как бы вы оценили то, что сейчас происходит? А что происходит? Ну, например, молодежную политику и образование объединили. Очень много людей критикуют этот момент. Вот здесь я всегда говорю, вот важно дело. То есть нужно сейчас посмотреть, какие будут дела в этой ситуации. Вне зависимости от того, какая структура есть. Если правильное понимание выстроено у руководства, там, министерства образования, у тех людей, которые занимаются молодежной политикой, вполне возможно сегодня эту работу делать и в рамках министерства образования. Вот когда я возглавлял молодежную политику и был самостоятельный орган, во многих регионах молодежная политика находилась в структуре других ведомств. Например, очень сильная всегда молодежная политика была в соседнем Татарстане. Но, тем не менее, по-моему, до сих пор называется министерство спорта и молодежной политики Республики Татарстан. Где и спорт у них там на высоком уровне развит, и молодежная политика успешно там реализуется. Поэтому здесь в рамках каких структур не так важно, важны конкретные дела. Ну, а вот о конкретном деле чуть-чуть скажу. Вот буквально вчера начал работать лагерь имени Юрия Алексеевича Гагарина, которая расположена недалеко от Зонихи в Слободском районе. Это вот как раз и в рамках эффективности управления госсобственностью. Потому что мы не могли найти грамотное применение, пока один из субъектов молодежной политики, наши любимые стройотряды, не догадались взять лагерь как базу, как содержание. И вчера было, собственно говоря, фактически открытие этого лагеря. То есть они привели его сегодня в порядок. И я думаю, что в август они уже будут принимать детей там. То есть они будут иметь как собственную базу для проведения своих мероприятий стройотряды, так и работать в рамках тех задач, которые стоят по организации летнего отдыха детей. Так что вот тоже конкретный пример. Это хорошо или плохо? Видите? То есть молодежная политика, она живет, она развивается. А вы не скучаете по работе с молодежью? А я не считаю, что я далеко. Как бы ушел от этой работы, я с удовольствием встречаюсь с различными молодыми коллективами, как в рамках образовательных учреждений, так и в рамках разных проектов. Вот есть проект Малой Академии Госуправления, который реализуется аппаратом полномочного представителя президента. Я уже побывал в Малой Академии Государственного управления в мае и встречался с его слушателями. Ну то есть вы в своей новой ипостасе все так же общаетесь с молодежью? Роман Александрович, а вы сами ездите за рулем? Нет, Юля, не езжу. Вы ходите пешком? Я хожу пешком, я люблю ходить пешком. То есть вы утречком на работу выходите из дома и идете на работу пешком? По-разному случается. Если скорость движения нужно побыстрее обеспечить, ну бывает меня забирают. А иногда и гуляю с удовольствием. А почему вы за рулем не ездите? Юля, ну так сложилось. Ну вам не нравится или... Ну там сказать, что не нравится, не скажу. Ну так получилось, что в общем и целом права имею, но вводить активно не важно. Ну хорошо, я думаю, давайте на этом закончим. Это было интервью Романа Береснева, заместителя председателя правительства Кировской области и министра юстиции Кировской области. Я благодарю вас за эфир, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго и до свидания.